США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть оккупантов. Как пишет Financial Times, со ссылкой на три информированных источника предупреждения Вашингтона было передано высокопоставленным чиновникам СБУ ИГУР. Один собеседник издания сказал, что Белый дом все больше разочарован атаками украинских беспилотников, которые поразили нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, депо и хранилища по всей Западной России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям. Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергии, несмотря на санкции Запада в отношении нефтегазового сектора. В этом году цены на нефть выросли примерно на 15%, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию. С начала года Украина нанесла удары по 13 нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Издание Bloomberg назвало массовые удары Украины по заводам НПЗ новой фазой войны, где Киев сосредоточился на экономическом ударе по Москве. Отметим, 12 марта из-за атаки дронов произошел пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день БПЛа ударили по Рязанскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам. Агентство Bloomberg отмечает, что на эти три предприятия приходится 12% российских мощностей по переработке нефти. По мере развития технологий Украина постоянно увеличивает количество ударов беспилотниками. Укроборонпром утверждает, что разработали беспилотники с радиусом действия более тысячи километров и полезной нагрузкой способны нанести серьёзный урон. В течение прошлого года морские беспилотники ГУР и СБУ также наносили удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Чёрном море и ударили по ценному для Москвы Крымскому мосту. По словам одного украинского чиновника, который участвовал в планировании и проведении нападений, цель спецоперации – помешать поставке топлива российским войскам и сократить финансирование военных действий Кремля.